26-й Славянский базар в Витебске признан самым коммерчески успешным за всю историю фестиваля. Об этом заявили сегодня в дирекции форума. Там уже не только считают Васильковую выручку, но и принимают заявки от артистов на следующий год. Тем временем, несмотря на официальное закрытие, культурный форум продолжается. Сегодня вечером сольное выступление кумира молодежи Егора Крида и уже традиционный концерт звезд шансона. А завтра в качестве последнего фестивального аккорда на сцене летнего амфитеатра группа «Сплин». Яна Шибкова, обо всем по порядку. Самая яркая участница конкурса Донателла из Мексики сегодня охотилась за колоритом белорусским. До отлета девушка не упустила возможности нагуляться по витебским улочкам. Сувенирами запаслась для всей семьи. Я очень счастлива, что приехала в Витебск. Меня настолько тепло тут приняли. И вот я купила на память о Беларуси для папы, для мамы, для друзей-матрешки. У меня всегда теперь в сердце будет Беларусь, потому что другого такого фестиваля не знаю в мире. Меж тем нашего Егора Шаранкова на улицах уже узнавали гости со всего мира. Вот комплименты от француза. И накануне от болгарской певицы и председателя жюри. Я смог получить максимальные оценки среди всех участников. И я рад, что белорусские зрители и зрители в зале признали меня достойным вообще вот этой награды. И то, что жюри тоже заметили меня. Такого интригующего конкурса фестиваль еще не помнит. Одинаковое количество баллов у Беларуси и Украины. И лишь на бал отстала Сербия. Гран-при при отсутствии явного лидера по регламенту не присуждается. А вот чтобы определить обладателей первой и второй премии, жюри пришлось голосовать еще раз. Больше рад тому, что я познакомился с такими замечательными ребятами. И я имею в виду сейчас конкурсантов и ребят, с которыми мы, так сказать, соревновались. Церемония закрытия накануне, как всегда, пестрила звездными именами. Лариса Долина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили. Такой интернациональный состав артистов увидишь не на каждом концерте. Фестиваль объединяет. Это объединение всех наших республик. Значит, объединение наших сердцев, наших традиций. Весь город дышит фестивалем, так что я это чувствую. И мне это очень-очень нравится. Это самый большой фестиваль любви в музыке и дружбе на нашем постсоветском пространстве, который пережил все и еще переживет многие-многие события. Между тем время подсчитывать Васильковую выручку. После деноминации уникальная фестивальная валюта тоже обновилась. Так что, несмотря на внушительный оборот, в дирекцию в этом году вернется меньше Васильков. Коллекционеры охотились за новыми базарными деньгами. Кто впервые приезжает, да, для них это на самом деле диковинка такая, фестивальная особенность. Поэтому радуются. Ну а этот славянский базар оказался самым коммерчески успешным в истории. Больше 80 тысяч билетов раскуплено зрителями. На следующий год у организаторов уже есть не только финансовый задел, но и новые заявки от участников. То, что касается реализации фестивальных билетов, мы выполнили свои планы и перевыполнили их где-то на 106-107%. Для нас это очень хорошо. Как по нотам на бизнес-форуме в фестивальном Витебске подписали несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. Делегация из Оренбурга, прилетев за 2000 километров, знакомилась не только с промышленным потенциалом, но и городом мастеров. Нам очень повезло, что мы действительно в рамках визита, приехав сюда, попали на такой праздник культуры. Очень замечательно, мы очень этому рады. Я уж не буду говорить о составе участников. Конечно, очень представительный состав участников. Самые благоприятные впечатления. Спасибо витебцам, спасибо белорусам. В эти минуты на сцене летнего афинтеатра зажигает кумер девчонок Егор Крид. Чуть позже концертную эстафету подхватит звезды шансона. Ну а завтра последним аккордом здесь выступит группа «Сплин». И есть символичный знак все-таки в названии этой группы, закрывающий славянский базар. И ностальгировать по фестивалю Витебской многочисленные фестивальные друзья начинают уже сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!